Зайдя на сервер, меня заинтересовало вот это местечко. И оно было просто идеальным для реализации моего плана. Оставалось самое простое, просто добежать до этого места. А попутно я собирал грибочки. Ммм, сервячок, ням-ням. И встав в кустик, я увидел, как бежит по дороге бомжара. А за ним бегут еще 4 типа в топсетах. И они бегут в сторону У-22. То есть они побежали в ту сторону, куда нужно было бежать мне. А по пути я фармил ящики, бочки, на сервере был фуллов онлайн, поэтому бомжар было реально много. Тут воюют типы, я могу что-нибудь ёнкнуть, по идее. Но не все бомжики были дружелюбные. Вот, например, этот хотел меня загасить с пайпа. Я вроде бы и пожелал ему хорошего дня, но он все равно хотел меня убить. Не знаю почему. А, бомжары, видишь, меня ласты спасли. Потом я вернулся к супермаркету, чтобы переработаться и наткнулся на шайку бомжиков. Мне самую малость не повезло. Потом я скрафтил себе чирки и решил выследить одного фермера, который бегал с буром. Но и тут мне тоже не повезло. Потом я познакомился с бомжиком, но он тоже оказался не френдли и решил попробовать зарубить меня в спину. Но я оказался сильнее. Ну, чувак, это было слишком просто. Пока, братик. На этом сервере меня пытались убить абсолютно везде. Я даже не мог пофармить на домик. Минус. У меня появился топор и кирка. Отлично. Жизнь начинается. А пока я фармлю дерево, я хочу вам напомнить, что вы можете поставить лайкосик и написать комментик. Мне было бы приятно. И, наконец, я отстроил себе антирейдовый дом. Изначально я хотел себе нафармить на первый верстак, поэтому я побежал фармить все на своем пути. У меня есть идея. Но мне нужно найти оружие где-то. И мне нужен второй верстак. Я знаю, как поднять очень много лута. Ты что тут стоишь? Алло. Сто скраба, один заход. Вообще изи. Сейчас побырику деревца немного наколочу, хотя бы буферку сделаю небольшую. И вторую дверь. Чтоб я спокойно себя чувствовал, когда выхожу. Я быстренько отфармил немного деревца и решил сделать анти-гоинг-дип-систему и добавить еще одну дверь. Можно выходить спокойно из этого дома. Дай, пожалуйста, топор или арбалет, красный ящик. Кирка. А еще неподалеку от меня были заброшенные хижины, где я мог подлутать зеленую карту. Гарпун. Ревик. Нифига себе. Ууу. Шиш. Блин, а может быть здесь домик потом отстроить? Тут зеленую карточку можно лутать пока, да. Кровать. Мне отсюда просто лучший лут выпал, который мог быть вообще. И недолго думая, я решил на этом болоте отстроить свой второй домик. И это было максимально правильное решение. Дальше вы узнаете почему. Мне не хватило немного ресурсов, поэтому я взял админский топор и пошел фармить дерево. Все, теперь я Шрек. Ха, это мое болото. Потихоньку, помаленьку я соберу себе аквакостюм. Это неплохо. Это круто. И только стоило мне прибежать на порт, я услышал шаги. Понял. Я появился дома, схватил револьвер и вернулся на этот порт. Ведь одного из них я убил, у меня был шанс. Он меня не нашел. И чтоб вы понимали, насколько я был везучим в этот день, я встал в самый неподходящий момент. О, сосед появился в сети. Со своего первого домика я решил перенести абсолютно все ресурсы, так как я понимал, что мои соседи могут меня зарейдить. Окей, у меня есть идея. Короче, крафчу себе первый верстак, ставлю на крафт блочку и иду убивать типов, потому что с лукой это сделать очень тяжело. Я решил действовать по своей рабочей схеме, крафтить блочку и врываться на замесы, ведь мне нужны были пушки. А неподалеку от меня начали рейдить какой-то домик. И я решил туда сходить. Минус один. Так, окей. Не могу пойти попробовать кого-то убить, кто там стреляет, но не факт то, что мне получится. Там два типа. С одного ревика я их не убью, и они живут походу вон, в том огромном доме. Выживать здесь в одиночку было довольно трудно, ведь здесь стояло огромное количество клановых баз. Но я люблю трудности. И в этот момент я нашел базу тех ребят, которые убили меня в ночи. А я теперь знаю, где ты живешь. Эта двушка мне очень сильно понадобится, ее я сразу буду изучать. Ого, нифига, что я выдаю. Потихоньку я пролутывал свалку, которая находилась возле меня, ведь мне нужен был скраб, чтобы поставить верстаки, скрафтить пушечки, и пойти наконец-то пролутать подводную лабораторию. Но неподалеку от моего старого домика я услышал какой-то замес. Конечно же, я туда решил сходить. Хоть меня и убили, но у меня же прям здесь был домик, с которого я мог выбежать и попробовать полутать еще разочек. Тем более я видел, что тот бомжик йонькнул Томпсон. Меня начали зажимать калашисты. Понимая, что отсюда меня уже не выпустят, я решил все награбленное скинуть в водичке. Хоть они меня и убили, но все равно Томпсон засейвить я смог, и это было реально круто. Засейвив Томпсон в своем старом домике, я решил побегать и подоставать этих соседей. А еще они меня заманили в свою ловушку. Я бегал, фармил бомжиков, которые фармят ресурсы, и услышал неподалеку от моего старого домика выстрелы с двушки. И тут я понял, что скорее всего те соседи обиделись и рейдят мой домик. Это меня рейдят. Он походу рейдит мою хату. Серьезно? А в этом домике у меня лежал спрятанный Томпсон, который отдавать им я уж точно не собирался. Если я его убью, я смогу его залутать. Спасибо за улучшение, фармил бомжи. Спасибо за улучшение, фармил бомжи. Идите дальше. Ой, там калашист идет. Вовремя я свалил отсюда, реально. Фух. У меня появилось оружие, это отлично. Плюс еще одна двушка. И Томпсон. Я могу идти чистить спокойно сейчас лабораторию. Фух. Я убежал, я все засейвил. Это супер. И прежде чем отправляться в лабораторию, я хотел обустроить свой домик, чтобы меня никто не смог вынести с помощью чирки. Поэтому я побежал фермить камушки и наткнулся на очередной клановый дом. Нифига себе тут раз, два, три. Просто три типа выскочило в топсетах, понимаю. Увидев, как один из них отделился, я решил выждать подходящего момента и забрать его топсет. Побежал к магазину. Я побежал. Они уже выбежали за мной. Я понимал, что убежать так просто отсюда мне не получится, поэтому мне пришлось их принимать. Побежал. Что я делаю? У меня есть шанс отсюда свалить. Я всех убил. Есть шанс огромный отсюда вообще свалить. Что я сейчас делал, я не понял. Я пошел пофармить камушка на домик, а убил четыре типа? Что? Естественно, они пытались меня найти, но я уже был далеко от этого места. С каждой выбитой мной пушкой мы приближались все ближе и ближе к нашей цели, а именно акваотель. Но до него нам было еще очень-очень далеко. Окей, мне нужен камень. Надо идти фармить. Бензопила у меня есть. Окей, пока... Пока мы ее засейлим, пойду я за камушком. Камня нет, хата деревянная, лута много. Все, я пошел фармить. На моем острове камушков практически не было, поэтому мне приходилось плавать на соседней, чтобы найти ресурсы. В эту сторону нужно будет отстроить мост. Плыть сюда, чтобы пофармить, это жесть. Мне кажется, этих типов надо будет сразу выселять. Иначе я поиграть нормально не смогу. Домик свой по приходу я сразу же улучшил. Фух, ну хоть ресы донес домой, это отлично. И стоило мне достать свою бензопилу, которую я так храню, меня с ней ушатали. Взяв свой револьверчик, я решил попытать удачу. Субтитры сделал DimaTorzok лежать. Сказать, что людей было здесь много, ничего не сказать. Они просто лезли со всех сторон. О, подводный костюм неплохо. На этом домике я был зажат со всех сторон, поэтому мне приходилось от них отбиваться, как только я мог. И мне повезло встретить одного челика, который был мирный. Алло, бомжик, ты русский, нет? Да. Уходи, уходи, уходи. Чувак, я тут миллион типов убил, я не знаю, что делать. Я добавил его в команду и пригласил его построиться неподалеку от меня. И это знакомство спасло мою жизнь. Уходи, уходи, уходи. Тебя тут убьют, сзади типы убьют, сзади типы убьют, быстрее. У меня дерева нет. Я могу дать тебе пофармить чем-то пор какой-то. забей. Забей. Возле моих болот начались какие-то непонятные движения. Очень много бомжей пытались пролутать какой-то сгнивший домик. Ну и меня это тоже заинтересовало. И как только я залез на крышу, я увидел то, что тут стоит коптер. И мне стало понятно, зачем бомжики сюда лезут. А еще этот домик выглядел так, будто бы отсюда я смогу что-нибудь ёнькнуть. Поэтому мне пришлось разбивать ящики, чтобы пролезть внутрь. Я понял, почему тут все открыто. Тут гантрап стоит. Он меня не убил. Тут есть шкаф? Тут шкаф золочен, тут два третьих верстака. Чего? Я только хотел покупать третий верстак. Что? Дружище, я нашел два третьих верстака, чел. Но их надо разбить. А чем мы разобьем? У меня на двушке всего мало патронов. Очень мало. За этот домик началась лютейшая битва. И мы ее обязаны были выиграть, так как тут были два третьих верстака. Он умер. Он умер. Пойди. Ящики отсюда я тоже все позабирал. Очевидно, что хозяевам этого дома они уже были не нужны. Сейчас печки отсюда заберу, все заберу. Ты жив? Да, я на улице. Я двоих убил. Еще убил. А в камышах справа, справа, правее. Правее, правее. где-то там труп должен быть. Что произошло с тем домиком для меня остается загадкой. Но оттуда я стащу два третьих верстака. Мой друг пытался построиться и в это время я тоже расширял свою крепость. И все это время на нас постоянно кто-то нападал. его зажали. и медлить было нельзя, поэтому я решил впустить его в свой домик и засейвить его лут. Друг, иди сюда. Я открыл для тебя, заходи. Все отлично. Сейчас я поставлю сюда пару ящиков, ты можешь сюда скинуться. Так, пароль я на записке не пишу. Я побежал на свалку, ведь мне нужен был скраб и там я встретил двоих типов. И это были те же самые ребята, которые постоянно приходили ко мне на болото. О, они на переработку шли. Красавчики. Теперь я переработаю то, что вы хотели переработать. Пока я перерабатывал честно наворованные ресурсы, они меня пытались отсюда выжить. Неплохой таксист с МПшкой бегает. Они на меня уже репорты кидают. И по старой доброй традиции, если ты отдался какому-то солу-типу, обязательно сядь у него под хатой с двушкой. Так делали эти турки. Будь здоров. Блин, чувак, я их только что убил, они теперь знают где я живу. Ясно, я не успел отстроиться, блин, кто-то коптер угнал. ОМГ. Минус. И в этот момент мне стало уже не так страшно, ведь у меня появился калаш, но все равно мне нужно было пофармить ресурсы, чтобы добавить буферки. Да вы задолбали, вы дадите мне пофармить? БУ! И когда я вернулся домой с фарма, я конечно же решил обустроить свой домик, ведь я не понимаю почему, но эти турки меня не любили и скорее всего они уже вычекивали мою хату. Поэтому нужно было сделать так, чтобы они потратили как можно больше ресурсов. Ха-ха-ха! После чего мы с моим соседом решили пойти и пофармить дерево, чтобы обустроить нашу территорию и поставить деревянный забор. Пойдем, я прикрою, потому что я пока фармил, меня чуть бомжара не убило с двушки, я вообще в шоке. Да я тут хочу отель построить, тут просто место офигенное. Осталось провести сюда турельку и все будет щеки-пуки, а на турель я могу нафармить только где? Правильно, на лабораторию. Мне осталось найти только ласты, но они в принципе не особо нужны, чтобы туда отправляться. А перед тем, как отправляться в лабораторию, мне нужно было еще найти синюю и красную карту. Что это за рыба такая? С нее синяя карта выпала! А вообще на моей территории было реально офигенно. Я стоял спокойно в сейве, ловил рыбку, с которых выпадали синие карты. Имба! Йеллоу перч! Я отличную рыбу ловлю здесь! Кэтфиш! Вау! А почему он интересно продается, Кэтфиш? 50 скраба, две штуки. И прорыбачил я так на своей территории до самого утра. На утро я побежал в сторону аэропорта, ведь мне нужна была красная карта, и по пути я увидел то, что мой домик старый зарейдили. Они все-таки зарейдили мой домик, вот это кек. А еще там стояла подводная лодка, которую я решил угнать. Но я не один был, кто хотел угнать эту подводную лодку, и меня начали преследовать клановые игроки. Пацаны, пацаны, у вас есть этот инструмент? А, топор есть? Fuck you, bitch, suck my penis. Я с ними очень вежливо поговорю, и мы с ними приняли решение, что не стоит воевать друг с другом. Это вы стоишь с железной базой огромной? Да, да. Стой, 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 надо поговорить. Да, да, да. Где вышки? Да, где вышки. Я всплыву даже. Короче, слушайте. Я не буду убивать вас. Нет. Короче, у меня дом. Подожди, где вышка, это ваша, да? Ваша база? Да. Где вышка, да, это наша база. А дальше железная, это база турков, правильно? Да, да, да. мы их зарейдить хотим. Короче, они меня хотят зарейдить, я живу на болотах, смотри, V25, W25. А, да, ага, хочешь с нами его зарейдить? Я недалеко от вас собираюсь строить отель. Ага, да. И рассчитываю, знаешь, на такое мини-френдли сообщество, потому что, ну, меня и так турки душат. Да, давай с тобой зарейдим, ты сможешь нам помочь? Да, конечно, смогу, они задолбали меня реально. Мы приняли решение объединиться и вынести эту базу турков, ведь они не давали играть ни мне, ни этим ребятам. Но для начала мне нужно было построить загон для моей малышки. Я думаю, теперь будет немного удобнее заплывать. Нифига, ты залетел! Это выглядит так, будто бы это надо рейдить. Тут тип спит. Тут две гаражки. Да, две гаражки всего. Я нашел один интереснейший домик, который стоял возле меня и который я хотел зарейдить, но для начала мне все-таки пришлось достать красную карту. Наконец-то я добрался до синей, до красной карточки. Это было долго, нудно, но я смог. фух, плюс красная карта, отлично. Ноутбук, отлично. Че? Пролутав этого парня, я решил отсюда побыстрее сваливать и через несколько секунд я услышал шаги, оказывается, он проснулся. Это тип встал? Боже, как же ты меня напугал, он просто встал и побежал за мной, я его убил. И, скажем так, этот парень явно был не в восторге. Добежав до дома, я кинул сопельку и побежал на фарм дерева, а в это время Илюху поджидал кемпер с турецкой базы. Я хочу соседа бахнуть. А пока я ждал падения дропа, я увидел, как два бомжа дерутся между собой за какой-то съеденный гриб. Это было как-то странно, если честно. Нифига себе там разборки бомжей. На! Ха-ха! Давай, на! Good job, bro, good job! Споткнулся. Бур. Окей. Ну, кстати, нормальный дроп. 30 мвк, бур, берданка. Отлично. И как только я наконец-то скрафтил разрывные патроны, я отправился рейдить моего соседа. Серьезно, тут шкафа не было все это время? Ого! А как так вышло, что у него шкафа не было, я не понял. Короче, это был один из самых странных домиков. Но, я оттуда забрал компонентики, которые тоже мне были нужны. Потом я поставил чайный столик, наплавил еще немножечко ресурсов, скрафтил разрывных и погнал рейдить тот открытый бункер. Ой, хорош! Сколько лута? Сколько скрафта? Короче, на этом рейде я окупился нехило. А скрабчик я решил потратить на различные изучения. Сосед, ты идешь с нами на рейд, нет? Там собираются турков рейдить. Я только нет особо уничтожен. Я подогнал немного шмоту моему соседу и мы побежали прорабатывать план захвата их базы. я здесь. У меня фонарика нет, ребят. Вынесите фонарик в лес. Я надеюсь, мы выиграем эту войну, иначе моего дома ночи не будет. Ну, у нас вы живут тоже. Ну, я думаю, меня они впервые зарейдят, а потом вас. Давай, обряд. Лестницы взяли, да, все взяли? И по традиции, как только мы собираемся идти рейдить, вылетает вертолет, который мы тоже решили сбить, пока была ночь. Упал. У-у-у-у, шиш, найс. Сейчас второй выпадет. И тут тоже патроны. Ну, два ящика с патронами. Ну, и как только настал рассвет, мы отправились на рейд. Открыто, 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 проходим дальше. дальше, 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 рейдим. Он закрыл, он закрыл, он закрыл. На гараж. шкаф, пацан. ух. Ух. Хозяева были в онлайне, нас приходили антирейдить еще и другие кланы, но мы все равно справились с этой базой. И по итогу застроили их полностью. Зайдя на следующий день, я увидел то, что меня никто не зарейдил. То есть мы не зря зарейдили турков. Короче, у меня есть идея, где-то по-любому есть фермы, где продают чай на дерево. Пока отстрою все деревянное, потому что по-другому я не вывезу, это фермы нет. Я сбегал на бандитку и решил купить себе идеальные клоны, чтобы выращивать растения и делать чай. 4G2Y, окей, нормально пойдет. Ресурсов нам нужно было очень много, поэтому мы решили делать чаи на фарм. А еще ко мне присоединился пончик, и мы с ним начали отстраивать ферму. Ну тут не встанет. А, ну, о, теперь встанет. И там треугольник. Все, изи. Очень легко. Пушка. О, смотри, тут даже вот так можно сделать. Да я думаю, в этом смысле... Ну давай, ну 3 на 2 нам этого вообще за глаза. Знаешь, что можно было в том выходе сделать, в том квадрате? Подъем наверх. Или здесь будет подъем наверх, смотри, вот так. Оп. Ну идеально. Так, нам осталось окна найти и турель куда-то провести. Турели. На этот день работы у нас выпало огромное количество. Нам нужно было отформить на отстройку отеля на воде. Типа раз. Два. Ну ладно, я вот сюда еще вот так. Бам. Я провел воду, провел электричество, и спустя полчаса наша ферма начала работать. Это какая ягода? Это синие ягоды будут. Это желтое. А это красное. Ну, они вроде бы как довольны. О, нифига, она сразу довольная стала, чувак. У нас растения довольные, чувак, это круто. Они довольны, вот это не довольна. Веселая довольная ферма, блядь. Вот это недовольная полея. Давай еще, смотри, 73%. Она счастлива, то что она у нас есть. Конечно, два топ-фермера собрались. А пока ягодки росли, я все-таки смог умудриться попасть в подводную лабораторию с красной карточкой. Лодок не вижу, это хороший знак. Все, я поехал. Прежде чем ее штурмовать, я тщательно осмотрел территорию. И крыс не обнаружил. Поэтому можно было приступать к зачистке. Так, красная карта. Не могу найти. Блуждая по этой лаборатории минут 15, я долго не мог найти красную карту. И вот это свершилось, я ее нашел. Все. Здорово. Офигеть, она круто выглядит. О, не круто то, что радиация с трепехатом. Ну ладно. Ого. Ого. Балдевич. И помните, в прошлом ролике я вам говорил про секретную тактику. Так вот. Эта тактика заключалась в том, что вы открываете красную карту и сидите здесь до потери пульса. Ящики здесь спавнятся буквально раз в 20 минут, и вы можете спокойно налутывать себе огромное количество компонентов. И да, желательно вам нужен еще один друг, который приплывет на подлодке и будет забирать ваш став. Потому что места, чтобы все это складывать, у вас просто не будет спустя некоторое время. Ну а как только вы уже вдоволь налутались, вы можете отсюда спокойно сваливать. Поворачивай. Блин, тут офигенно, чувак. Это самая, наверное, огромная лаборатория. Особенно, когда крейты с вертолёта падают сюда. Ммм, вкусно. И, сваливая с этой лаборатории, я услышал, как кто-то подплыл на большой лодке. И мы решили отправить его колонизировать Марс. На. Чувак, минус. Ты видел это? По пути домой мы наконец-то клонировали все наши растения и засадили полностью нашу ферму. И мне оставалось только ждать, когда подрастёт наш чай. Надо соседей рядом выселить. Они целый день играют. А после я начал варить вкуснейший чай на плюс 200% к дереву. Но наши соседи всегда были на готове, чтобы по нам пострелять. Поэтому у меня для них был особый подарок. Сейчас я вам подарок отправлю. Ну он так и сидит за дамом где-то. Юху! Я его убил! Я видел, как эта граната полетела! Я его убил! Валяются! Чувак, что за граната? Томпсон СМГ. Что за граната была? Ну а потом начался поистине самый увлекательный геймплей. Нам нужно было забить как минимум 10 ящиков дерева. И вы можете задать вполне уместный вопрос. А зачем столько дерева? И ответ будет банально прост. Для того, чтобы начать строительство отеля на воде. И я вам так скажу. Эта постройка была самая сумасшедшая. Вы просто и не представляете, сколько ресурсов ушло на этот мостик. А ведь мне еще нужно было строить как минимум домики. А еще мне все время не хватало стабильности. Поэтому мне приходилось выстраивать еще пилары. Пока сделать вот таких 2-4 домика. Центровину сделать и с другой стороны такие 4 домика. Все, деревянные. Отель готов. Останется заселить бомжей. И загрейдить его в камень весь. Блин, по-моему это офигенно выглядит. А еще, когда ты строишь спонтанно, ты можешь кое-где накосячить. И тебе придется выдолбливать фундаменты. Поэтому планируйте постройку сразу. Короче, если ты 10к нафармишь. Дерево, я тебе сейчас сюда и ящики поставлю и все принесу. Я в строительство тут, в Баха. Это, блядь, ну хорошо, давай. Давай, чтобы я тебя не потерял, ты меня в зеленку забраешь. Добро пожаловать. Все, жди меня. Добро пожаловать. Тут у нас турели будут в скором времени. Не успел я достроить отельчик, у меня появился первый постоялец. Что не могло не радовать. А чтобы мой бизнес продвигался, мне нужно было наладить контакты с моими соседями, чтобы не убивать друг друга. Окей, я понял, что ты русский, чувак. Я, короче, тут строю мирный домик. Стой, стой, стой. Видишь, это мост. Я тут пытаюсь построить мини-отель. Просто у меня сейчас, кроме дерева, ничего нет. Я не хочу с вами стреляться особо. Я хочу просто построить тут отельчик небольшой для бомжей. И мне, наверное, повезло, но большинство ребят, с кем я договаривался, были вполне адекватны. И строиться мне не мешали. Шло время, ресурсы заканчивались, и их нужно было где-то брать. А возле нас какие-то наглые ребята начали рейдить, поэтому мы отправились на антирейд. Что-то там скоро? Я тут. Хорошо. Он что-то разбивает. Ну, походу, они уже внутри. Ну, блин, гранаты надо. Они застроились. А, ништяк. Что, там она дверь? Походу. Сих нет. Ой, их есть. Слушай, а давай так и сделаем. Ты законтришь их? Чтобы не терять время, я решил кельнуться, взять сишку, скоростные ракеты и вернуться к этому домику. Они внутри? Да-да-да-да-да. Ну, я не знаю, может, он тут сидит, типа, под этим. Давай я могу чекнуть. Нету? Нету, нету. А там ты себя бахнешь, дать. А, ты сиху можешь кинуть. Ну, они какие-то гении. Тихо, сиди. Ты бахнешь себя. Минус. Тихо. Он закрыл. Отойди. Сишку. Возможно, убил. Еще одну. Убил. Шкаф разбил. Киянка есть? Чувак, тут куча лута. Тут нет никого. Надо дверью сделать, наверное. Что-то бомжик какие-то. Копты. Тут я вижу план. Тут базу. Я пойду наверх. Надо скрафтить дверь или что-нибудь такое. Пойду наверх. Да, я думаю, мы можем врезать отсюда забрать и уйти, и все. Полторы ты. У меня... У меня полторы тысячи нефти. Броу. Мне кажется, им немного больно. Потом я продолжил заниматься отелем и решил отстроить центровину, то есть хоу, где стояли бы магазины и продавались различные квесты. Дом я разделил на два шкафа. Отсюда и получилась вот такая небольшая щель. А тем временем желающих заселиться в этот отель становилось все больше и больше. Ну и все шло не так гладко, как и хотелось. Некоторые пытались меня убить. Что происходит? Меня убивают. Зайдя на следующий день, я увидел что-то ужасное. Все домики, которые я отстраивал, были прорейжены снизу. А еще я увидел записку. Привет от Сета. Долгое время я пытался найти, кто такой этот Сет, но так и не смог. И поэтому занялся восстановлением этого отельчика. А еще у меня появилась гениальная идея, как избежать такого рейда вновь. Отель продается. Эй! Отель! Это вы вчера разбивали тут потолки, нет? Нет. Я вот только зашел и вообще отель ищу. Но, видишь, я придумал одну интересную тему. Они разбили потолки для меня, чисто, братик. Потому что теперь у нас будет выход на воду. А, я понял. Сливной слюдость. Нет, а тут мы будем бой не устраивать. Типов. На гарпунах. Короче, все будет хики-пуки. Прикольно, прикольно. В таком смысле. Вот так, бац. Бац. Смотри. Я видел, какая-то комната. Снизу будет под водой тоже. Там можно будет магазины поставить, если кто-то хочет какой-то лот хранить. Мне кажется, это будет прикольно. Со временем я загрейдил все потолочки в металл. Также застроил фундаменты и поставил в витрины. Что там? Вы что, три брата? Брата, брата. Подожди, если вы братья, почему 2х1 белый? Как так получилось? Это ошибка, наверное. Его подменили. Бывает такое, бывает. Случается. Ну, если вы тут будете жить, то постояльцев желательно не убивать. То есть я сюда турели еще проведу скоро. То есть желательно, получается, можно убивать. Ну, можно выселиться отсюда внезапно. Так. Кто там у нас все тусует? Это я. Здорово. Я нафармил. Нифига ты быстрый. Это хватит на две комнаты? Вам прям две надо, да? Объединенную хочешь? Угу. Надо подумать. Долго думать нам не пришлось. Мы схватили мачете и сделали объединенную комнату для братьев-заликов. Вот. Один большой домик у вас теперь. Так, печка вам тоже у себя. Идет в комплект, скажем так. Держите. Это пароль от дверей. А так как бизнес пошел в гору, я решил провести сюда электричество и поставить пару турелек. Так, заряжается. Дальше что мы делаем? Мы делаем вот так. В комнатках я каждому провел лампочку, чтобы ночью было не темно. И наконец-то решил поставить турельки. Извиняюсь. Постояльцы могли попросить меня, чтобы я заапгрейдил их домик. Но при условии, что ресурсы они отформят сами. А еще я продавал записки. И в одном магазине человек мог купить охоту за акулами, а в другом экскурсию в лабораторию. И вы не поверите. Это все скупали. И я постоянно кого-то возил в лабу. Все, садись. Стоп. Ага. Как будто кто-то уже лутал. Потому что что-то лута нет. И так как люди покупали экскурсию в лабу, практически весь лут получали они. Я получал всего лишь какие-то небольшие проценты. Так, ну тут никого нет. Нифига что выпало. Чувак. Чекай. Со временем я придумал одну интереснейшую вещь. Задания для моих постояльцев. За выполнение которых они могли получить реальные деньги. Так, это короче, смотрите. Это будут квесты. Первое. Это охота на акул с помощью гарпунов. То есть я скрафчу гарпуны. Каждому из вас вы должны поделиться на команды. И поймать 15 больших акул. Ну, типа, именно зарубить их, короче. С помощью гарпунов. Смотри, а есть еще такой. Можно впоймать рыбу, короче. Впоймать бейбишарка. То есть это просто взять удочку и стоять, ловить здесь рыбу. Пока не впоймаешь 5 штучек. За 5 штучек я могу заплатить 300 рубасов на киви. В принципе, их не долго ловить, но... В принципе... Они такие, противные. Они, типа, редко выпадают? Их тяжело вытащить. Потом я запечатлел удовольных постояльцев. И решил развесить картины по всему отелю. Все, пойдет. Ну-ка, успел? Успел. И на сервере начался лютый ажиотаж. Кто-то стоял, ловил рыбку. Кто-то охотился на акул. В общем, было очень весело. Смотри, мне кажется, здесь акула будет. И здесь, смотри, вот. Вот здесь будет акула. Там потолка была слева. А, есть акула, да, я вижу. Есть, есть. Талхит. Что тут происходит? Все, стойте, стойте. Так, я сейчас сфоткаю у вас, типа. Типа охотники. Вижу, 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 вижу. Есть, есть, есть. Хорош. Миссия выполнена. Накинулись стервятники. Ха-ха-ха-ха. Блин, акулы в этой игре, конечно, вообще жесть. Все, поздравляю, миссия выполнена с акулами. Ну, да, вчетвером вообще без шанса акуле. Она даже ударить никого не успевает. После чего, когда мы приехали домой, я развесил фотографии на стенке. О, смотри, какая красота. Эпично, эпично. Она даже какого-то кусок не успела. И, наконец, пока все выполняли свои задания, я смог достроить свою арену. И мне оставалось самое простое, найти бойцов. А желающих поучаствовать было довольно много. Сколько у тебя хп? Терминатор тупо идет. Завтра. Смотри. Один стоит в углу, вот прям здесь. Вот угол, становись. Сзади. Вот, да, вот, прям возле стенки. А другой тоже назад. Вы пока еще не воюете. Я на счет 3 скажу, когда стрелять. Все, вы можете воевать. Я поплыл вниз. Так, вижу одного бойца. Но не вижу второго, я не знаю, где он. Вот он он. Готов. Трой победил. Спасать. Стоит один раз промахнуться и кто-то проигрывает. Они оба промахнулись. И по окончанию турнирной сетки я решил сыграть с победителем один на один. Эх, не успел, не успел, не успел, не успел. Ха-ха. Не, ну как бы да. Я хочу достаться. Нет, я не успел. Ха-ха-ха. Все, победа. Не, на самом деле это было очень круто. Призы победителям я раздал. Мы сгоняли, купили лодочки. И кто-то начал на подводной лодке атаковать нас. И я решил с ним разобраться. Подлодки, пацаны. Чизель. Надо разобраться, по-моему. Кто принимает? Минус. Так, ну что, поближе встаньте друг к другу. Отправляемся в космос, пацаны. Ну а так это выглядело в замедленном действии. Вот и подошла эта история к концу. И надеюсь, она вам понравилась. Огромное спасибо моим друзьям. Риухиту и Пончику. Без вас я бы этот отель отстроить не смог. Ну и жителям отеля тоже огромнейшее спасибо. Было очень весело. И тебе, мой зритель, тоже спасибо за то, что досмотрел до конца. Не забывай подписываться, ставить лайки и писать комменты. Всем пока.